Здравствуйте! К нам обращается Малина Анна Викторовна. Анна Викторовна родилась 25 декабря 1970 года в Москве. Время рождения примерно 20 часов 55 минут. Анна Викторовна сообщает нам данные для уточнения времени рождения, но также дата рождения супруга. Он скорпион по знаку зодиака и дочка львица. По родственникам мамы не стало, когда Анне Викторовне было 37 лет. Это было в феврале. А папы не стало в 2021 году в ноябре месяце, когда Анне Викторовне было практически, ну не практически, а 50 лет ей было. Но тут можно сделать, конечно, микродирекцию Марс к ИЦ по дате смерти, скорее все-таки мамы. Итак, на момент смерти мамы Анне Викторовне было 36 лет, 1 месяц и 13 дней. 36 минут и 7 секунд. Такое получается расстояние. Итак, точное время рождения в таком случае буквально мне чуть-чуть исправить совсем ситуацию. И у нас получается для Анны Викторовны весьма точная натальная карта. Анна Викторовна, запишите, пожалуйста, точное время вашего рождения на основе микродирекции Марса к ИЦ. А Марс одна из ближайших планет к Луне. И видно, что мама умерла от тяжелого заболевания. Луна в терминальном градусе Скорпиона составляет 20 часов 55 минут и 20 секунд. Вопрос касается о смене квартиры на аналогичную в том же районе. Ну, здесь мы можем, конечно, увидеть дирекцию, но можем ее и не увидеть. Это дело такое. Не всегда это проходит в натальной карте через дирекционный процесс. Прогрессивная Луна, в принципе, способствует подобным переменам. Она идет сейчас по третьему дому, потом по четвертому. Единственное, лучше всего, чтобы это не произошло в негативном окне для сделок с недвижимостью и переездами, который открывается с середины августа до середины октября этого года. То есть этот период лучше исключить. Вот шикарно выглядит декабрь-январь. И еще Анна Викторовна приводит данные о квартире, покупка квартиры. Это 94-й год. 24 февраля. То есть это, конечно, такая старая уже история, когда выдавались еще розовенькие свидетельства о собственности на жилище. Квартире сейчас уже 30 лет. В этом году этой собственности исполнилось. Есть дирекция Урана к МЦ. Да, да, показатели хорошие. Квартира продастся, я уверен, что в этом году. То есть то, что вы планируете, произойдет. Да, и хорошие очень показатели и на апрель, на май, на июнь, на июль и дальше. В общем, все просто супер. Поэтому, уважаемая Анна Викторовна, поздравляю вас с ректификацией вашей натальной карты и позитивным прогнозом на продажу квартиры и чтобы приобрести другую в том же районе. Вы только помните о негативном окне с середины августа по середину октября действует это окно. Но я уверен, что вам удастся его, это окно миновать. И тогда у вас все будет очень и очень хорошо. К нам обращается Сергей Юрьев. Сергей пишет. Сергей Дмитриевич, благодарю за предыдущее рассмотрение соляра, но моя командировка отменяется. Поэтому повторно прошу у вас помощь в подборе соляра. Сергей родился 4 мая 1996 года. Время рождения 11 часов 41 минута 57 секунд. Место рождения город Садпаев. Это Карагандинская область, соответственно, республика Казахстан. Введем координаты Садпаева. Это 47,54 и 67,32. Так, все. Вот натальная карта Сергея. Сергей проживает в Новосибирске. И если мы строим соляр на Новосибирск для Сергея, то у нас получается следующая неутешительная картина. Большинство планет, включая Солнце, попадает в 12-й дом соляра на Новосибирск. И это предвещает очень непростой год. Плюс еще в соляре стационарный Плутон. Поэтому, чтобы не допускать подобных излишеств, честно скажу, что я проверил все возможные города и нашлись только два варианта. Или это Петропавловск-Камчатский. На Петропавловск-Камчатский мы расчищаем полностью завалы, связанные с 12-м домом. И там у нас получается, что солнышко в 10-м, луна в 9-м. Очень красивый соляр. А второй вариант, это если брать наоборот не на восток, а на запад, относительно Новосибирска, то это областной центр, город Саратов. Там оба светила тоже очень хорошо стоят. И луна в первом доме, а солнышко во втором. То есть денежный соляр. Если сравнивать их между собой, Петропавловск-Камчатский и Саратов, то честно скажу, что Саратов мне понравился больше. И поэтому я сейчас хочу озвучить именно параметры соляра для Сергея Юрьева на Саратов. Потому что саратовский соляр, он как бы, ну реально, ну вот прям денежный-денежный. Итак, запишите, пожалуйста, ваш соляр включается 4-го мая этого года по местному времени Саратова. Это будет полчетвертого часа ночи. В Саратове время на один час опережает Московское. Если вы все-таки предпочтете Петропавловск-Камчатский, то просто надо, соответственно, скорректировать время включения соляра на разницу между Саратовым и Камчаткой. Но, повторюсь, саратовский соляр мне как-то нравится больше. Вам ничего специально не надо делать. Просто ночь с 3-го на 4-е мая вам необходимо провести в Саратове. Ну и последующий день, 4-е мая, погулять по городу Саратову. Это, ну там есть свои интересные достопримечательности в Саратове. И этот соляр даст мощный толчок на следующий год по финансам. И также напомню рекомендацию, что вам 4-го мая, вне зависимости от того, будете ли вы в Саратове или в Петропавловске-Камчатском, или даже останетесь в Новосибирске, что, кстати, было бы, как мы уже сказали, не так хорошо, Вам надо быть преимущественно в белый цвет, сделать акцент на белом цвете, потому что белый цвет принесет Сергею в день рождения, 4-го мая, максимальную удачу в течение всего следующего года. Так что я желаю вам хорошего дня рождения. Выбор стоит между Саратовом и Петропавловским-Камчатским. Ну, а, в общем-то, и там, и там соляр хороший, но Саратовский имеет дополнительное преимущество. Единственный минус, это, конечно, то, что все-таки из Новосибирска до Петропавловска-Камчатского очень-очень серьезно добираться. К нам обращается наша гостья Елена из Ташкента. Елена пишет, пишу вам всегда в особых случаях, вы и звезды подсказываете и поддерживаете советом. Вопрос у нас такой, неожиданная, незапланированная беременность, это вот чудо свыше. Но нам уже по 40 лет обоим, и есть старшая дочь и сынок, которому всего год и 8 месяцев. Очень переживаю, смогу ли осилить в третий раз беременность и роды, диастаз после вторых родов, и малыш до сих пор на грудном вскармливании. Что скажут звезды? Дорогая Елена, ну это, конечно, чудо из чудес. Это за вам подарок, за ваше доброе отношение к звездам в целом и ко мне, как к их, так сказать, глашатаю в частности. Говорю об этом без малейшей доли иронии, потому что детей дает или не дает Бог. Это я за свою более чем 30-летнюю практику в астрологии знаю точно, на 100%. И небо вознаграждает тех, кто хорошо относится к нему и персонально к нам, как к посредникам между людьми и небом. И вознаграждает вот тем, что действительно у других не получается и в 30 лет, а тут действительно вот будет 40 лет. И вот такое вот произошло чудо из чудес. Итак, перед нами натальная карта Елены. И вопрос касается того, как все-таки вот эта незапланированная беременность, стоит ли всерьез рассматривать эту историю. Дирекция Венеры к Северному узлу, да, да, это прекрасная дирекция на 40 лет, да, вот эта Венера к Северному узлу. И вот на этой дирекции, по-видимому, раз Венера, возможно, что это девочка. Ну, я не берусь судить твердо, но вполне полагаю, что это может быть девочка, потому что дирекция Венеры. Хотя не обязательно. Тут как бы такое дело, при котором мы можем быть не до конца так в этом убеждены. Сейчас мы посмотрим, что нам сообщили бы на эту тему важные прогрессии. Итак, давайте проверим. И у нас получается, что прогрессивная луна, ну да, она вот переходит в шестой дом. То есть как бы вопрос здоровья, он стоит на первом месте. Ну, давайте посмотрим, что в натальной... Когда и Юпитер стационарный, тоже это от него такой подарок. Теперь посмотрим, что говорит натальная карта супруга Елены. Он родился в очень сильную дату, в день рождения Плутона. 4 февраля 1984 года, 00.32.35. Место его рождения это Ташкент. Так, проверяем. И да, у него луна в рыбах на куспиде пятого дома. Это очень сильный показатель по деторождению. Идет по десятому сейчас, шикарно. Что касается актуальных дирекций, ой, у него их тут просто куча. Меркурий к луне, Юпитер к солнцу. У него, кстати, больше дирекций из-за сына. Вот, иди знай. Куран к Меркурию. Плутон к Урану. Ну что, 4 дирекции в натальной карте у супруга Елена. В общем, все говорит о том, что я думаю, что если, как бы, нету серьезных ограничений по здоровью, то, скорее всего, я бы вам советовал этого ребенка оставить, потому что это то чудо, которое вот пришло свыше. И повторюсь, о котором мечтают миллионы людей, но у них ничего не получается, ни за какие деньги и технологии, а у вас получилось. И это такая вам награда свыше. Особенно в этом смысле даже больше сейчас проявилось это событие в натальной карте вашего супруга. Поэтому, то есть для него это более важно. Поэтому, Елена, мой добрый совет это оставить ребенка, если нет никаких других входящих, так сказать, противопоказаний, то я советовал бы вам оставить этого ребенка обязательно, поскольку, ну так получается, что, скорее всего, вы будете довольны и счастливы с тем, что этот ребенок действительно, действительно будет ваш, и он принесет вам максимум счастья. К нам обращается Татьяна. Татьяна пишет, Сергей Дмитриевич, прошу сделать мне ректификацию. Это Татьяна Викторовна Бордюгова. Дата рождения 7 октября 1968 года. Место рождения Санкт-Петербург. Ну, что касается ректификации, то есть еще данные, когда вышла замуж, родилась внучка Валерия и внучка Алиса, и развелась, а также родился сын Антон, ну, который, соответственно, и обусловил наличие двух внучек. Так, тогда у нас получается, что, соответственно, учитывая, что сын, то куспит пятого дома может находиться в мужском знаке зодиака. Вот так. Ну, и асцендент, соответственно, тоже. Отец умер в 2015 году. Мама, слава богу, жива. Папа скончался, когда нашей гости было на тот момент 47 лет, когда это случилось. Ну, то есть, в 2015 году в 47 лет не стало папой. Пытаюсь сейчас вот найти, по какой дирекции это могло пройти. Ну, ближайшая планета это, вот, Плутон это, если делать, то по дирекции десцендента к Плутону. Давайте попробуем сделать эту дирекцию. Итак, на момент смерти отца Татьяны, его звали Баранов Виктор, он был по знаку зодиака Скорпион, а скончался 17 декабря. Когда Татьяне было 47 лет, на тот момент 2 месяца и 10 дней. 47, получается 11.50. Такая дирекционная дуга. И тогда точное время рождения Татьяны составит, так, 47, 11.50. Почти готово. Запишите, пожалуйста, точное время вашего рождения. 16 часов 51 минута 39 секунд. Десцендент к Плутону, Плутон недалеко от Урана, тут вот Солнце, это сам Виктор, это инсульт, а это то, что он скончался через 10 лет после инсульта. Ну, и подтвердился развод Марсом в седьмом доме. Татьяна вышла замуж рано, ей было 18 лет, когда она вышла замуж, ну, а это, соответственно, прошло, ну, тут дирекция Венеры к Куспиду девятого дома. Ну, и главное, Луна в первом квадранте дает ранний брак. Получается так. Так что все сошлось. Итак, Татьяна, время вашего рождения 16 часов 51 минута 39 секунд. Сын по знаку зодиака у Татьяны рыбы, при этом супруг бывший телец, сама Татьяна весы, и, в общем, для внука это идеальная комбинация, уважаемая Татьяна. Так что я вас поздравляю, и дата рождения сына, вот 24 февраля, это очень сильная дата, то есть у вашего сына должна быть во всех смыслах положительная судьба. Ну, а у мамы, Луна в соединении с ретро-Сатурном и по ректификации Ригель на Куспиде четвертого дома, у мамы могут быть некие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому старайтесь следить, чтобы, ну, как бы у мамы, ну, за ее здоровьем, особенно вот с ногами, чтобы ей было не тяжело передвигаться, потому что какие-то проблемы с ногами в вашей натальной карте, к сожалению, оказались выявлены. К нам обращается Дарья, Дарья пишет, здравствуйте, Сергей Дмитриевич, благодарна вам за ректификацию и соляр. Дарья родилась 4 марта 1956 года, 12.31.47, в, ну, скажем так, на Урале, вот, там, где-то там, и Дарья задает следующий вопрос. Просит рассчитать самый лучший камень судьбы, чтобы он принес здоровье и финансовую стабильность, потому что определенные проблемы были. Ну, да, то, что с вами случилось, это, вот, соединение Сатурн и куспит шестого дома в терминальном градусе, вот, вот эта вот история, она обусловила Сатурн на негативной звезде из созвездия Скорпиона Акрам. Эта звезда называется Клешни Скорпиона. Ну, я думаю, вам понятен смысл этой звезды. По поводу, теперь давайте посмотрим для уважаемой Дарьи, по ее просьбе, то, что касается камня судьбы. Получается, что... Сейчас я кое-что рассчитаю. Так, и у меня выходит... Да, по Меркурию у меня получается алмаз. Так, а по Сатурну камень судьбы Дарьи получается... О, шикарный! Это изумруд. То есть у вас алмаз и изумруд. Алмаз поддержит ваше финансовое благосостояние, а изумруд как раз здоровье. Поэтому рекомендую вам два камня судьбы. Это алмаз и изумруд. Приобретать эти камни можно в любое время, кроме периода с 25 марта этого года по 13 мая. Как раз будет действовать оппозиция прогрессивной Луны к Сатурну. До этого мы уже не успеем. После этого можно и лучший период. Это будет август-сентябрь. Итак, получается с 25 марта по 13 мая период для приобретения камня судьбы неблагоприятный. Таким образом, уважаемая Дарья, алмаз и изумруд вас ждут и эти камни принесут вам максимальную удачу. В том числе они могут быть не обязательно в обработанном виде, как ювелирные изделия. Они также очень хорошо действуют в необработанном виде, то есть не как украшение, без оправы. Самое главное условие, чтобы камень судьбы был обязательно натуральным. Когда он натуральный, тогда он максимально оказывает помощь. К нам обращается наша частая гостья на разборах Петра Вершинина. Петра Вершинина пишет, здравствуйте Сергей Дмитриевич, высылаю вам скриншот вопроса, который я задала во время вашего стрима. Вопрос такой. Дата рождения Петры, я помню, Петра Суперстрелец, 12.12.1975 года, 2.16.41. Место рождения Петры, город Бишкек, Кыргызстан. Прошу уже пятый по счету Соляр с вами, штат Луизиана, Кроули, да, место. Нужно, чтобы Солнце было на МЦ. Ну попробуем. И когда у меня будет прогрессивная Луна без курса, спрашивает нас Петра. Петра, ближайшая прогрессивная Луна без курса у вас будет очень нескоро, она наступит через год и 4 месяца, то есть до этого еще очень далеко. И продлится она не так долго, она будет непростой по недвижимости, там какие-то сложные вопросы, но продлится она, по счастью, совсем недолго. Итак, для Петры Вершининой по ее просьбе мы определяем точную дату начала ближайшего периода прогрессивной Луны без курса. Это будет, как я уже правильно сказал, ну чуть-чуть даже не год и 4, а чуть-чуть быстрее, там год и 3. Начнется она 9 июня 2025 года, а завершится, как я и говорил, она недолгая, 16 июня 2025 года. То есть 9 июня по 16 июля у уважаемой Петры будет вот этот обманчивый период жизни, называемый Луной без курса. Ну а теперь по просьбе Петры мы должны ей построить соляр на город в Луизиане. Так, сейчас для начала этот нам надо выяснить, этот населенный пункт, вот он, это соответственно, так, Луизиана, Кроули. Да, вижу временную зону. Ну и давайте сейчас будем выставлять соляр. Зимнее время и летнее время. Так, но мне нужны сейчас прежде всего, да, Акадия. Так, 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 координаты Кроули. Ну, я сейчас выставлю какой-нибудь любой американский город, а потом уже, соответственно, мы сейчас корректируем. Так, координаты 30, 12, 49, это широта, а долгота 92, 22, 25, при этом у нас время разница зимой минус 6 относительно Гринвича. Строим соляр на Кроули, отлично, так, отлично, отлично. И у меня получается, так, 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 соляр включается 10 декабря 2024 года. Солнышко в 10 доме реально хорошее, как вы и хотели. Стрессовость в этом соляре как раз низкая. По счастью, Венера не вошла в 12 дом, то есть стрессовость есть, но минимальная. И шикарный Юпитер на ИС, если мы будем приближать МС к Солнцу, то я отгоню ИС от Юпитера, а так они всего в одном градусе. Поэтому, дорогая Петра, в этот раз вы вознаграждены. Запишите, пожалуйста, точные данные вашего соляра. Он включается, но только обратите внимание, что целых два дня календарных разницы между днем рождения паспортным и соляром, потому что, ну, вы представьте, где Бишкек и где Кроули Луизиана. Год будет необычным, очень необычным. Я даже позволю себе сказать, что это будет самый необычный год вашей жизни, потому что у вас в день рождения в соляре две стационарных планеты. Марс и Нептун – это просто какой-то переворот в течение года, но сказать, что год будет легкий, не могу, потому что Меркурий будет ретроградным. И, в общем, вас ждут какие-то весьма кардинальные перемены после дня рождения. Причем эти перемены коснутся как минимум двух, а может быть трех сфер жизни. Запишите параметры соляра на Кроули. Соляр включается 10 декабря, во вторник, несмотря на то, что календарный день рождения 12 декабря. Время включения соляра 11 часов 49 минут, ну, буквально там почти скоро как полдень, ну, вот поэтому солнце в зените. И в момент включения соляра 10 декабря около полудня вам лучше всего находиться на работе, если вы работаете. А если вы в это время не будете на работе, то поезжайте в самый центр Кроули и погуляйте по центру города. Зайдите в интересные места. 10 декабря, вторник, 11.50 по зимнему местному времени штата Луизиана. То есть вы вознаграждены. Поэтому получается, что действительно и Юпитер на ИЦ, и Солнце на МЦ, все идеально. У вас, дорогая Петра, ну и плюс вы готовы к теперь и прогрессивной луне без курса, которую мы с вами рассчитали на май 2025 года. Ну, про центр города вы запомнили. Желаю вам максимально удачного соляра в Кроули, дорогая Петра. Не забудьте, пожалуйста, про разницу в два дня от календарного дня рождения. Но соляр за счет високосности года будет не позже, а раньше календарного дня рождения.